Психиатры требуют абсолютного права определять, что является наилучшим для так называемых душевнобольных. В конце концов, те безумны и не способны оценить свое лечение. Чтобы укреплять свою власть над другими и поддерживать уровень прибыли, психиатры используют принудительную госпитализацию. В 56-м году психиатр Уинфред Оверхолзер представил Конгрессу план, нацеленный на то, чтобы вывести принудительную госпитализацию на новый уровень. План был таков – приобрести землю на Аляске, построить там гигантскую психлечебницу и изменить законы о госпитализации так, чтобы любого можно было отправить туда по одному лишь знаку психиатра. Законопроект прошел через палату представителей, однако, когда об этом стало известно, общественность пришла в негодование. Законопроект, который называли «Американская Сибирь», был быстро отклонен Сенатом. Хотя провал законопроекта Сибирь положил конец крупномасштабным планам психиатров, принудительная госпитализация остается самым эффективным и прибыльным способом наполнения психбольницы. Можно даже детей отнять у родителей, нет никакой юридической защиты. Законопроекта Сибирь, «Американская Сибирь», «Американская Сибирь» В больнице пациентов накачивают препаратами и применяют к ним меры физического стеснения. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. Then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Персонал провоцирует пациентов на насилие, так как за каждого усмиренного пациента они выставляют страховым компаниям счет до тысячи долларов в день. Бремя подобных выплат ложится на общество в виде растущих сумм медицинского страхования. Что касается жертв, для них это кончается травмами или даже смертью. Пользуясь слабыми и туманными правилами, регулирующими стеснение, психиатры и их персонал почти никогда не отвечают перед законом за насилие, увечья и убийство. Обвинение в убийстве ребенка до сих пор не предъявлено никому. Престарелые являются основной мишенью злоупотреблений. Лечение пожилых людей в психбольницах обходится страховым компаниям в 27 миллиардов долларов ежегодно. Вместе с тем, как учитываются намеренно в состояние отношения, Каждую минуту, каждого дня кого-то принудительно помещают в психбольницу. Если вы полагаете, что этого не может произойти с вами или с вашими знакомыми, подумайте как следует. В Америке каждые 75 секунд кого-нибудь против воли помещают в лечебницу. И сотни миллиардов долларов, выделенных больницам США с 1975 года, говорят о том, что психиатры создали себе прибыльный бизнес, прикрываемый сомнительным толкованием законов. Но слишком часто психиатры совершают преступления, которые невозможно игнорировать.